Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Динер. Смотрите сегодня в выпуске. 400 миллионов рублей получит Алтайский край на компенсации пострадавшим от паводка. На какие суммы могут рассчитывать жители? Первомайский пока не закроют. Таково решение суда. А сегодня возобновил работу торговый центр «Гулливерпарк». На грани. Почему тренировка игроков Барнаульского «Динамо» едва не закончилась трагедией? Итак, 400 миллионов рублей выделило правительство России пострадавшим от паводка жителям края. Сейчас региональные власти ждут официальный документ, чтобы начать выплаты. Больше 20 тысяч жителей региона получат, соответственно, по 10, 50 и 100 тысяч рублей в зависимости от степени причиненного ущерба. Краевой администрации отметили, что 400 миллионов вполне достаточно. Именно столько требуется пострадавшим от стихии. Точную дату выплат чиновники назвать не смогли, но уточнили, что процедура эта не быстрая. Юридическое оформление этого решения, это изыскание средств Минфином России для поступления в Алтайский край, перечисления в Алтайский край и распределение. Губернаторам поставлена задача максимально оперативно, как только средства поступят в край, чтобы они были в самые кратчайшие сроки доведены до населения. Кстати, компенсации требуются не только тем, кто лишился имущества или дома. Первая волнопаводка нанесла огромный ущерб инфраструктуре края. Чтобы ее восстановить, требуется порядка миллиарда рублей. Без помощи остаются пока и алтайские фермеры, у которых во время весеннего половодия погиб скот. Чтобы возместить им ущерб, необходимо 26 миллионов. Краевые власти заверили, что и этими вопросами продолжают заниматься, как на уровне края, так и на федеральном. В торговом центре Первомайский проведут еще одну пожарно-техническую экспертизу. Такое решение сегодня принял суд Центрального района Барнаула. Несмотря на то, что сторона ответчика уверяла, что все необходимые процедуры уже проведены. Доводы выслушала Евгения Даровская. Неисправная система оповещений, управление эвакуацией людей, загроможденные проходы, вместо парковки на первом этаже торговые ряды. Это далеко не полный список, который прокуратура выявила во время проверки и выступила в суде с требованием устранить нарушения. Мы требуем, чтобы данный торговый центр соответствовал всем нормам и требованиям соблюдения пожарной безопасности. Чтобы его посещение было безопасно для граждан, как посещающих его за покупками, так и управляющих в нем в свободное время. Это уже не первая встреча в суде. Сегодня сторона ответчика, которая, к слову, пока воздерживается от комментариев, озвучила заключение экспертов. По словам юристов, все нарушения устранены добровольно, а угрозы для жизни посетителей в центре нет. В доказательства к делу приложили копии протоколов пожарно-испытательной лаборатории, подтверждающие, что все системы исправны и работают в автоматическом режиме. Идем в центр. Сейчас идет система оповещения второму центру. Теперь сирена действительно слышна во всем здании. Построено оно в 2012 году. За это время здесь поселилось несколько десятков арендаторов. Крупные сети, небольшие магазины, детский центр, семейное кафе. За последние пару недель переменные вправду налицо. Указатели к эвакуационным лестницам стали более заметны, да и самих выходов теперь больше. А в детских зонах проводят инструктаж родителей, куда бежать в случае пожара. Вот этот потолок был покрыт краской, которая очень легко воспламеняется. Тогда именно было вынесено предписание устранить это нарушение. И его покрыли такой вот специальной фольгой, которая, будем надеяться, теперь не загорится. Вот, кстати, тогда, когда велись эти работы, все вот эти ряды были накрыты специальной тканью. И кто-то мимо проходящий, видимо, решил, что арендаторы просто съезжают. Вот оттуда появилась вся эта шумиха. Арендаторы Первомайского покидать помещение и не думали. Да и вариантов немного. Шутят, ведь в России живем. Поэтому, когда думали о помещении для своего отдела, приходилось выбирать меньшее из зол. Меня как бы не смутило это помещение абсолютно, когда выбирала визуально. Я тут ничего такого не увидела страшного. То есть были места и похуже, скажем так, во много раз. Почему только они не закрыты до сих пор. Тем не менее, суд счел, что проведенных работ недостаточно. Первомайский не закроют, но рекомендовано провести еще одну независимую проверку. Суд определил назначить по настоящему делу экспертизу, проведение которой поручить АЛСЕ, Министерство юстиции Российской Федерации, город Барнауле Собеляева-3, разрешить руководителю учреждения привлечения для исследования необходимых специалистов, не состоящих в штате учреждения. А между тем, сегодня открыли стоящий напротив торговый центр «Гулливер». За нарушения в Барнауле сейчас все еще закрыты двери праздничного, арены, района и России. Проверки торговых центров продолжаются. Евгения Даровская, Александр Антропов. Наши новости. 16-летний подросток, получивший ожоги ног в результате аварии на теплоцентрале, которая произошла в Барнауле накануне, по-прежнему находится в больнице. По словам мамы молодого человека, его здоровью сейчас ничего не угрожает. Правда, придется на время забыть про увлечение танцами. Юноше предстоит провести в больнице минимум две недели. После – около двух месяцев на домашнем лечении. Напомню, ожоги подросток получил, когда переходил дорогу, на которой разлился кипяток. Накануне пересечения улицы Сизово и проспекта Калинина из-за порыва труб было залито горячей водой. Пока сын проходит лечение, мама размышляет, какого рода компенсацию будет требовать с энергетиков. Выходили на связь, будем встречаться, будем разговаривать. Надо, чтобы люди понесли ответственность за этот поступок или как этот случай, потому что здесь мог каждый очутиться. Он еще с сестрой, с младшей была, она у него на руках была. Хоть ее, как бы она не обожглась, он ее вовремя взял на руки. Кстати, оказывается, порыв на Сизово-Калинина никак не связан с опрессовкой. Эту информацию нашим коллегам из «Комсомольской правды» рассказали в Барнаульской теплосетевой компании. Порыв произошел на трубе по контуру ТЭЦ-2, которая работает сейчас в обычном режиме. Тем временем следователи продолжают проверку по данному факту. Уже точно известно, что ожоги, кроме молодого человека, получила 62-летняя женщина. Она тоже находится в больнице. Трагедия. Едва не закончилась тренировка барнаульского «Динамо». В одном из эпизодов игроку Денису Чудоякову стало плохо. Он упал в обморок. Врачи клуба зафиксировали пульс. Более 200 ударов в минуту. Напомню, смерть наступает при 220. При этом главный тренер, по словам очевидцев, проигнорировал медиков и настоял на то, чтобы футболист продолжил выполнять упражнения. К этой теме мы вернемся чуть позже в нашем традиционном спортообзоре. А пока продолжим. Новый симуляционный центр для хирургов открылся сегодня в Краевой столице на базе городской больницы номер 5. Этот симуляционный центр, прежде всего, это основа, где будут обучаться старшие курсы, выброшенные хирургическое направление, ординаторы хирургии и проводиться позжековное образование именно по хирургическому направлению. Принять роды, оказать первую медицинскую помощь и прооперировать пациента. В новом симуляционном центре студенты-медики смогут оттачивать свои навыки на современном дорогостоящем оборудовании, на приобретение которого ВУЗ выделил около 5 миллионов рублей. Подробнее о новом симуляционном центре смотрите сразу после выпуска новостей в программе «Наше время». Алтайский край входит в пятерку регионов по эффективности реализации закона о лесной амнистии. Об этом сегодня заявила заместитель руководителя управления Росреестра по региону. Далее подробнее. Всего в крае насчитывается 185 тысяч лесных участков. Нормы лесной амнистии применены более чем в 300 случаях для граждан, чьи дома и дачные участки оказались у кромки леса или в границах лесного фонда. До сих пор такое соседство приносило дачникам лишние приятности. Недвижимость либо не регистрировалась, либо даже при наличии зарегистрированных прав собственности находилась под угрозой, ее могли отнять. «Если у гражданина или у юрлица границы участка и его участка определены, то есть есть координаты, то есть проводилось межевание участка, то он может посмотреть на этой публичной карте и увидеть, пересекается участок или нет». Если право собственности возникло до 1 августа 2008 года, человеку не нужно согласовывать изменения с лесным реестром. По словам Елены Бандуровой, в крае пока ни разу не отказывали тем, кто подал документы на лесную амнистию. «У гражданина есть земельный участок, и он желает уточнить границы земельного участка. И право у него возникло до 1 января 2016 года, и границы его прежние были внесены в реестр ранее границ лесного участка, тогда он имеет право, то есть мы применяем лесную амнистию. Если гражданин решил образовать земельный участок, и он вдруг пересекается с лесным участком, то в этой ситуации лесная амнистия применяется. Если на этом участке есть объект недвижимости, ну, например, жилой дом, право на которое возникло тоже до 1 января 2016 года. По-прежнему в крае остается много неузаконенных участков. В прошлом году Росреестр выявил более тысячи нарушений. В случае их выявления собственникам выписывают предписание с требованием их устранить и штрафуют на сумму около 5000 рублей. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. Наши новости. Примерили на себя роль мужа и жены. В Бийском Пит-колледже запустили проект «Семейный старт». Главная цель организаторов – изменить статистику, чтобы разводов было меньше. Волонтеры работают с молодыми парами и готовят их к семейной жизни. Накануне участники проекта встретились все вместе, чтобы составить общий рецепт счастливых семейных отношений. Самые счастливые браки заключаются в возрасте до 30 лет. Учитывая такие статистические данные, волонтеры проекта «Семейный старт» разработали программу, направленную на поддержку молодых студенческих пар. Работа ведется с влюбленными, которые находятся на стадии конфетно-букетного периода и парами, которые уже подали заявление в ЗАГС. На Новый год я сделал предложение. Прям в новогоднюю, можно сказать, вечер. Вообще неожиданно было это, так скажем. Но мы уже знали, к чему мы идем. И, в принципе, наши отношения были сразу серьезными, наверное, намеренными. Накануне в Бийском педагогическом колледже состоялась встреча, где участники проекта составляли рецепт счастливых отношений. Тренинг проходил в игровой форме. Так, в ходе одного из заданий пары развязывали семейные узлы. Таким образом, они сообща преодолевали различные трудности. Кроме того, молодые примерили на себя роли супругов, распределив круг обязанностей. Сделать плачную уборку в квартире. Она? Она. Сделать уроки с ребенком вместе. Хорошо. В дальнейшем, после успешной реализации проекта, мы планируем провести повторное тестирование с парами. Возможно, появятся какие-то изменения у них в их ответах. И также мы планируем начать сопровождение данных пар настолько, насколько это возможно. Так как многие студенты еще будут оставаться студентами нашего педагогического колледжа. Взаимопонимание. Тем временем, сами влюбленные считают, такой проект поможет построить крепкие отношения и создать счастливую семью. Это ячейка общества, состоящая из двух человек. Помогают нам уже в колледже. На самых начальных этапах нам уже предлагают помощь в создании семьи. Это очень хорошо. Потому что сами мы делаем очень много ошибок всяких разных. Ну а так, некоторых ошибок, я думаю, можно избежать. Сейчас, как поясняют организаторы, проект проходит апробацию. И именно поэтому молодых пар не так много. Однако, если семейный старт будет успешно реализован, в дальнейшем круг участников расширят. А мы возвращаемся к одной из главных тем выпуска. Ситуация, которая сложилась в клубе «Динамо». Там во время одной из тренировок игрока команды увезли в больницу на машине скорой помощи. Медик Дин Манамовцев зафиксировал пульс более чем 200 ударов в минуту. Подробности знает наш постоянный спортивный обозреватель Станислав Сергеев. Станислав, вам слово. Спасибо. Скажу словами правоохранителей. По данному факту назначена проверка. Инициатор проведения – президент команды Виктор Сигарев. Руководитель намерен выслушать обе стороны – тренерский штаб и игроков. Это кадры с одной из последних тренировок. В составе вы не увидите полузащитника Дениса Чудоякова. Именно его увезли в больницу. Сейчас, как говорят медики, здоровью игрока уже ничего не угрожает. Странно, в этой истории тут одно. После того, как футболист упал в обморок, главный тренер настоял на продолжение тренировки. Это припульсится за 200. На следующий день в ситуацию вмешался Виктор Сигарев. Вот как руководитель видит ее развитие. Если, допустим, мы неправы, но тренера неправы, я говорю, что мы – это клуб, да, неправы, значит, мы должны будем, ну, как-то потом на будущее изменить, там, может быть, методику тренировок или подходы. А главный тренер, я скажу, что это вот точно не самый жесткий и точно не самый такой-то главный тренер у нас. У нас были тренера, которые там трехдневные трехразовые тренировки были, и там они гоняли так их, что это даже присниться не может этим, который сейчас. А вот главный тренер от комментариев отказался, сослался на неважное настроение. Сейчас Дениса выписали из больницы. В ближайшее время игроков-игрок планирует начать тренировки. Между тем, динамовцам осталось сыграть всего один матч в сезоне. Это будет домашняя игра против Омска. Сейчас барнаульцы после крайне неудачного выездного вояжа закономерно рухнули на четвертое место. Это из шести-то команд в лиге. Зато сколько было амбиций. Как заявил все то же Виктор Сигарев, Динамо ставило цель выиграть золотые медали чемпионата. Теперь же хотя бы в призовой тройке быть. Правда, судя по таким вот историям, из тана синебелых в товарищах, то есть команде, явно нет согласия. На этом у меня все. Эти две с небольшие минуты вы провели вместе со мной, Станиславом Сергеевым. И софетную палочку вновь передаю студию. Главное помните, берегите себя. Спасибо, Станислав. Накопить на желаемое удается не всегда. Оценить преимущества покупок в кредит под залог предлагает Банк Восточный. Сегодня мы вышли на улицы города, чтобы спросить у горожан, каковы их представления об идеальном кредите. Больше срок и меньше процентов. Такой оптимальный вариант. Чтобы проценты поменьше были. И все в принципе. Идеальным, если я его представляю, ну самый мизерный процент какой-то, чтобы люди могли себе купить квартиру. И действительно, для достижения мечты каждый из нас рассчитывает на сниженную процентную ставку и комфортные условия кредитования. Своё мнение об идеальном кредите высказали и представители банка. Идеального кредита, наверное, не существует. Но мнения наших горожан, конечно, в целом верны. В кредите важны большая сумма и низкая процентная ставка. И такой продукт в Банке Восточном есть. Мы готовы предложить кредит под залог недвижимости, где сумма может достигать 30 миллионов рублей под ставку 9,9 годовых. Кредит под залог. Распространённый вариант кредитования. Причина кроется в широком спектре возможностей. За счёт большей суммы одного кредита достаточно для решения сразу нескольких вопросов. Крупные покупки, отпуска, ремонты, решение дачного вопроса. В общем, практически всего. То есть нет необходимости оформлять несколько кредитов на разные цели. Когда есть один, и по доступной ставке. Это возможно как раз за счёт того самого залога. Залогом может служить любая недвижимость. Квартира, дачный участок, частный дом. При этом в собственность банка имущество не переходит. Самое большое опасение, что ваша недвижимость больше не будет вашей. Тут стоит сказать, что банк не собирается выселять своих заёмщиков. То есть вы оформляете кредит под залог и продолжаете так же жить в своей квартире, как и прежде. Просто у вас теперь есть сумма достаточная, чтобы отремонтировать ваше жильё, купить туда новый телевизор, холодильник и вообще всё, что вам необходимо. Узнать подробные условия о кредитовании под залог вы можете в ближайшем офисе Банка Восточной. И в завершение выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». Думаете, худеть во сне – это только мечта? Турбослин день-ночь впервые помогает худеть не только днём, но и ночью. Турбослин день-ночь. Усиленная формула. И вновь на большей территории края дождь. Ветер западный, умеренный. В Бийске и Заринске – 10 выше нуля. 12 в Рубцовске и Олейске. 14 в Камне-Наби. В Барнауле пасмурно. Ночью до пяти тепла. Днём – 11 со знаком плюс. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. А у меня сегодня все новости. Солнечного вам настроения, несмотря на погоду. До встречи. Фёдор Кирдань воевал на Воронежском, Первом и Четвёртом украинских фронтах. Отличился при отражении контратаки на подступах к чешскому городу. Вдвоём с наводчиком он уничтожил 9 танков, 4 бронетранспортера и группу пехоты. За это ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Его имя увековечено на мемориале славы в Барнауле. Николай Мишанин на фронте с 43-го года. В том же году на первой лодке сержант форсировал Днепр. С небольшой группой бойцов атаковал противника и уничтожил в рукопашной схватке несколько фашистов. Участвовал в боях на захваченном плацдарме. Позже был ранен и умер от ран. Звание Героя Советского Союза присвоено посмертно.